Максим Кембель О чем еще говорили? Полезный нектар. Специалисты лесхоза напоминают о правилах заготовки березового сока. Необходимо обратиться в лесничестве. Ему покажут место, покажут деревья, на которых можно осуществлять сбор. Как не заработать штраф? Газ в пол. Картинг – это то, чего я хочу. В Бобруйске прошли областные соревнования по картингу. Как это было? А также сев яровых, электронные жировки и школьные пора. Министерство образования назвало дату выпускных экзаменов ИЦТ. Когда прозвучит последний звонок? В центре внимания человек. Сегодня Бобруйск с рабочим визитом посетила министра труда и соцзащиты Беларуси. В списке три остановки. Славянка, отделение дневного пребывания людей с ограниченными возможностями, центр поддержки семьи, материнства и детства. Подробности – репортажи. Первые в списке визита министра труда и соцзащиты – Славянка. Местная фабрика «Бренд Беларуси». В портфолио десятки контрактов – Nike, Adidas, Hugo Boss и даже Blackstar. И все-таки в приоритете – внутренний рынок. Если не все, то шьют на Славянке много – пальто, костюмы, спецодежда, спортивная, школьная форма. В 2020-м к этому списку добавляются маски и защитные костюмы для медиков. Предприятие первое в стране становится на рельсы антикоронавирусной продукции. Более 11 миллионов масок было произведено и поставлено и в аптечные сети, и предприятиям, другим предприятиям республики. Кроме того, халаты, комбинзоны и другая защитная одежда. То же самое было востребовано в прошлом году. Мы работали даже все субботы и даже по воскресеньям для того, чтобы вот в пик спроса удовлетворить его. То это говорит о том, что люди понимали ситуацию и не жалели сил, чтобы это выполнить. Но уже сегодня ритмы работы привычны. Создаются новые модели. Ирине Костевич показывает все, чем так гордятся бобруйские портные. Без сюрпризов не обходится, здесь по-другому не умеют. Небольшое дефиле. Посещение цеха – обязательный пункт в программе. Не отходя от кассы, разговор с коллективом. Все-таки название министерства ко многому обязывает. Улучшение демографии, уровень зарплат, пенсионный возраст – тем для общения много. Но здесь важнее всего услышать насущные проблемы людей. Вопросов у бобручанок накопилось немало. Может быть такое, что материальный капитал могут платить не только за третьего, но и за второго, за первого. Возможно ли такое? Вторые дети – это, я называю, демографический такой резерв для перехода в статус многодетный. И сегодня у нас в стране с вами 738 тысяч семей, которые воспитывают одного ребенка в возрасте до 18 лет. Я когда увидела эту цифру, думаю, 738 вторых деток могло бы быть тысяч деток, если бы мы спровоцировали, чтобы получили отклик. И поэтому, конечно же, что-то надо делать. Мы сейчас работаем над этим, бесспорно оцениваем эти расходы, но мы посмотрели, что даже если сохранить рождение на уровне вторых деток, как есть сегодня, введение семейного капитала, хотя бы половина той суммы, которая есть на третьего, это 450 миллионов рублей в год. Это огромная сумма, поэтому мы не говорим нет, мы говорим мы работаем. Спрашивают и про использование семейного капитала для покупки вторичного жилья. И здесь в приоритете нуждающиеся, то есть те, кто стоит в очереди. Ирина Костеевич отмечает, досрочное использование денежных средств в первую очередь для решения первостепенных задач. Декретный отпуск тоже становится обсуждаемой темой разговора. Три года вот мы ухаживаем за ребенком. Возможно ли сокращение этого декретного отпуска? Решение не принимается о сокращении отпуска, но мы не оставляем этот вопрос, не выбрасываем из внимания. Почему? Вот этой мере три года оплачиваемого отпуска 30 лет ввели в 92-м году. 92-й либо 93-й. И мы видим, что три года отпуск оплачиваемый, и при этом с рождаемостью у нас ситуация ухудшается. Мы же понимаем, деньги тратятся, вот в год, чтобы вы понимали, только на выплату ежегодно вот этого пособия по уходу за ребенком полтора миллиарда рублей. Полтора миллиарда. Деньги большие, а отдачи в том объеме, как бы хотелось, как я говорила, минимум двое, среднее три, а максимум пять. Пока мы вот такой не получаем. Спрашивают и про повышение пенсионного возраста. Ответ однозначный. В ближайшее время нет. Разговор содержательный. Уже после окончания швеи благодарят Ирину Костевич. За визит и снова приглашают в гости. Следующей остановкой в рабочем визите министра становится отделение дневного пребывания инвалидов. Сегодня здесь занимаются 49 ребят. Для их развития созданы все условия. Есть кружок двигательной реабилитации, есть кружок социально-бытовой реабилитации. Очень много творчеством занимаемся. Есть швейная трудовая мастерская, есть тифлоинформационный центр, который работает у нас с прошлого года. И также есть полиграфическая мастерская. Отделение территория без барьерной среды. К слову, это одно из направлений работы министерства. Ирина Костевич рассказывает о достижениях ребят, показывают, чему обучаются и как отдыхают. И здесь главное создание неограниченных возможностей для особенных людей. Не случайно и слоган учреждения «Мечты сбываются» на память подарок «Хендмейд». Пусть напоминает вам о нас, о наших ребятах, о нашем отделении, об этой поездке. Спасибо, ребята. Супер. Спасибо. Посещение центра поддержки семьи, материнства и детства покрова – завершение рабочей поездки. Не случайно. А вопрос поддержки семьи сегодня в фокусе внимания государства. Ирина Костевич знакомится с работой, общается с работниками социальной сферы. За круглым столом говорят и о планах на будущее. Мы 2021 год стартанули в новую пятилетку, 21-25, уже на финише программы социально-экономического развития страны, которая рассматривалась на Всебелорусском народном собрании. И там уже были обозначены приоритеты. Это демографическая безопасность, мы говорим, счастливая семья. И президент озвучил программу «Многодетная Беларусь». Задача у каждого белоруса, да, минимум трое деток. Это вот ваша задача молодого поколения. Это, конечно же, эффективная занятость, это рынок труда. И третье направление – это тоже очень важно. Активное долголетие, достойная старость. И в прошлом году мы приняли стратегию активного долголетия. В этом направлении мы тоже будем работать. Одним из итогов встречи становится договоренность о проведении в канун Международного дня семьи 15 мая Большого форума в Бобруйске. На нем будут обсуждаться пути развития традиционных браков и не только. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Минздрав в Беларуси обновил статистику покоя 19. За минувшие сутки в стране зафиксированы 1378 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразили свыше 313 тысяч человек. Система здравоохранения Беларуси полностью готова к третьей волне коронавируса. Ее прогнозируют уже это весной. Тем временем уже с апреля в стране начнется массовая вакцинация от COVID-19. Самое пристальное внимание людям пошилого возраста. Препарат, который есть в стране, имеет статус 60+. Также специалисты продолжают мониторинг учреждений здравоохранения. Идет проверка технических возможностей и наличие средств индивидуальной защиты. На днях в Беларуси начнется и производство отечественной вакцины. Работа для аграриев, мясо на экспорт и сантехник по интернету в стране проведут цифровизацию ЖКХ, чего коснутся изменения. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусь ждет масштабной цифровизации ЖКХ. Государственная информационная система будет создана на базе 115 Бел. Умный дом заработает на уровне ЖЭУ. К примеру, если в сетях водоснабжения произошла поломка в режиме онлайн, можно будет отследить ее местоположение и сроки, когда неполадки устранят. В интернете можно будет заказать и услуги сантехника или электрика. Еще одна важная составляющая цифровизации – переход на электронные жировки. Министерство образования установило даты последнего звонка, школьных экзаменов, выпускных, ЦТ и каникул следующего учебного года. Последний звонок для выпускников прозвенит 29 мая. Экзамены пройдут с 1 по 9 июня. Выпускные вечера рекомендовано провести 10 числа. ЦТ начнется 16 июня, как обычно, тестом по белорусскому языку. Более подробный график будет опубликован позже. Отдельные хозяйства на юге страны приступили к севу ранних яровых. Что касается центральных и северных регионов государства, готовность к севу там составляет более 90%. При наступлении благоприятных условий к пассивной кампании присоединятся и другие регионы. План работы на весну у белорусских аграриев более чем напряженный. Засеять предстоит 2 миллиона 300 тысяч гектаров. 400 тысяч тонн мяса и 24 страны. За прошедший год экспорт белорусского товара увеличился на 11%. Самый широкий ассортимент – это 60% – предоставляется постоянному партнеру России. Новые рынки также в лице Малайзии, Сингапура и Саудовской Аравии. 26 сертификатов на мясо, птицы и говядину отведено для поставки в Китай. Благодаря дружеским отношениям за 2020 экспорт в КНР вырос в два раза. В Беларуси за нарушение законодательства приостановлена деятельность более 20 аптек, в том числе и в Авруйске. Комитет госконтроля обращает внимание владельцев фармацевтических сетей. В случае необоснованного повышения цен на лекарства будут применяться соответствующие меры, вплоть до закрытия аптеки. Сок по цене золота. Бобруйский лесхоз напоминает о правилах заготовки березовика. За самовольную добычу полезного нектара и нарушение требований грозит штраф. Физлица могут заплатить свыше 500 рублей, а юрлица и вовсе 13,5 тысяч. Бобруйский лесхоз определился с цифрой. Здесь будет заготовлено до 300 тонн сока. Напиток, богатый на минералы и витамины, можно приобрести в лесничестве, литр обойдется 18 копеек. Не запрещено заготавливать его и самостоятельно, но есть условия. Физическое лицо может самостоятельно осуществить сбор, но чтобы правильно подобрать участок для сбора сока березового, ему необходимо обратиться в лесничестве. Ему покажут место, покажут деревья, на которых можно осуществлять сбор. И он самостоятельно, не оплачивая какой-либо суммы, бесплатно будет собирать сок для личных нужд. Всего же лесхозы Могилевской области в этом году планируют заготовить около 2,5 тысяч тонн березового сока. 400 тонн продадут населению. К слову, специалисты планируют, что сокодвижение в этом году будет более активным, чем в прошлом. Порция адреналина. Площадка Бобруйской арены превратилась в гоночную трассу. В городе прошли соревнования по скоростному маневрированию на картах с места события Виктория Полевко. В рядах, казалось бы, мужского вида спорта можно повстречать и девочек. Одна из участниц не видит ничего плохого в состязаниях между полами. Главное привыкнуть. Около пяти месяцев назад Полина Винникова бесповоротно прониклась с любовью к экстремальному виду спорта и тележкам. Дальнейшего будущего без картинга 11-летняя девочка даже не рассматривает. У меня позвонила подушка и сказала, Полина, собирайся, отведу тебя на картинг. Мы поехали, я посмотрела, поехалась, мне все понравилось. И я поняла, что это картинг, это то, чего я хочу. Этот этап областных соревнований отсеял менее маневренных. Пилоты из Бобруйской и Могилева проехали по три круга. Два тренировочных, последние на время. Значение имеет каждая сбитая фигура. Конус, например, добавляет две секунды. Пропущенный элемент, либо неправильное выполнение маневра – пять секунд. После чего время суммируется и определяется результат. Но для победы нужна не только маневренность, но и крепкий фундамент знаний. Сначала минимальная теория, занимаемся какой-то техникой безопасности. Что ребенок должен знать, что можно делать, что нельзя за рулем, потому что это очень опасно. Это, ну, все-таки они одни за рулем. Когда там родители дают прокатиться, это одно дело, рядом кто-то сидит. Здесь они самостоятельно уже потихоньку, помедленно тренируются, катаются. На площадке у ледовой арены бобруйчане показали высокий уровень подготовки. Второе и третье место в общекомандном зачете. Плюс золото и две бронзы в личном. Впрочем, областные соревнования – это только начало пути. В апреле в Бобруйске пройдут республиканские соревнования в рамках спартакиады, учащихся по техническим видам спорта. Состязания проведут впервые. В наш город съедутся вся республика. Самые лучшие картингисты будут демонстрировать мастерство пилотирования, свои умения и навыки. В Беларуси картинг в большинстве своем представляет развлекательную индустрию. Однако на международных аренах пилоты входят в топовые места. В 2019-м сборная страны заняла первое место в серии ProKart в Латвии. Кроме того, белорусские картингисты традиционно выступают в международной серии Rotax Grand Final и стабильно входят в двадцатку сильнейших. Виктория Полевко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Специализированные выставки – это не только демонстрация успехов отрасли, но и важная переговорная площадка для бизнеса. Нередко здесь подписывают важные соглашения. Так, во время завершившейся накануне в Минске международной специализированной архитектурно-строительной выставки «Будэкспо», Минский автомобильный завод и известный затрочник «Дана Холдингс» вновь подтвердили надежность своего стратегического партнерства и наметили варианты дальнейшего сотрудничества. Речь не только о поставках техники, но и о новых проектах и социальной ответственности бизнеса. Сотрудничество стартовало два года назад. Тогда на выставке «Будэкспо» было подписано соглашение о покупке 20 единиц строительной техники МАЗа. Машины были направлены на строительство многофункционального комплекса «Минск Уорлд», крупнейшего в Европе. Это тысячи квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. Здесь создается инфраструктура, отвечающая всем потребностям жителей. Поэтому застройщику комплекса «Минск Уорлд» требуется мощная и надежная техника. Выбор пал на белорусские автомобили. На очередном форуме партнеры сверили часы и договорились о новых поставках. Автотехника удовлетворяет всем техническим требованиям, техническим регламентам Республики Беларусь и Таможенного союза. Благодаря новым конструкторским разработкам улучшены технические характеристики. На выставке в этом году МАЗ представил новые решения, в частности самосвал с колесной формулой 8х4 и новую модель автокрана. Техника предприятия, самосвалы, бетоносмесители востребована на объектах застройщик. У нас объемы строительства большие. Мы в этом году построим рекордное количество жилого и коммерческого простора, в этом числе и международный финансовый центр. С перспективы двух лет пользования оборудованием МАЗа, мы можем сказать, что это очень надежная и сильная техника. Еще одно направление сотрудничества – использование МАЗов на внешних рынках. Так как мы строим в многих странах Европы и пользуемся с самим лучшим оборудованием, какие есть в Европе, можем и сравнивать. Оборудование и техника МАЗа ни чем не отличаются от самых лучших брендов Европы, кроме того, что условия покупки и цены у МАЗа гораздо лучшее. Сейчас мы думаем, чтобы технику МАЗа использовать тоже в наших проектах за рубежом в Европе. Каждая выставка – это возможность договориться и найти новые точки соприкосновения для бизнеса. Вот новый пример – экспонат выставки, мобильный офис на шасси МАЗа, который выпускает одно из его подразделений. Новый продукт МАЗа, который нам будет очень полезен. Мы сейчас начали продавать наши квартиры по регионам Беларуси, и недолго у нас появится такой мобильный офис продажи, который будет ездить по всей Беларуси, показывать наши проекты. Сотрудничество не ограничивается поставками техники. Компания реализует совместную социальную программу. Эта возможность для работников МАЗа улучшит свои жилищные условия. Необходимо также отметить совместные программы в области строительства жилья для сотрудников Минского автомобильного завода. Уже на сегодняшний момент ряд сотрудников нашего предприятия благодаря совместной программе смогли вселиться в новые квартиры. Выставка завершена позицией с Вериной. Как показывает практика, лидеры экономики эффективно работают даже в самых непростых условиях и намерены развивать плодотворное сотрудничество. Успех компании, как было подчеркнуто, обусловлен конкретными делами, а они в дополнительном представлении не нуждаются. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok